Всем привет! Вы на канале Clownbox World Travel. Последние дни обстановка на границе немножечко напряженная. Последние три дня очередь очень большая, двигается довольно-таки медленно, пропускная способность стала чуть-чуть ниже по каким-то причинам. И каждый день в Нарве остается не прошедших границу до 23 часов. Около первый день из таких насыщенных было 200 человек, потом 150, вчера тоже 150 плюс-минус. И как происходит, какая ситуация? Вечером вот такая очередь остается перед закрытием границы. Также подходят местные люди, в эту очередь встают в конец, чтобы записаться в начало. В основном все доставщики товаров и там особо отъявленные кучки таких агрессивных тетенек или дяденек, которые продают очереди и тоже доставку осуществляют товаров и впереди себя вставляют, еще продают места в очереди. Они все проходят, и все доставщики товаров, сейчас уже и с чемоданами они ходят, и у меня на видео есть такая группа, которая там одна из девиц там начала нападать на меня, орать, что влагим матом, что нельзя снимать. Ну, как бы у меня на канале тоже есть видео, что можно снимать, что нельзя. И хочу, как бы сказать, что скоро будет вестись вестись видеонаблюдение постоянное, будет установлена камера и на этот участок очереди. Ну и там, как бы, я думаю, будет видно. Все видно. Одни и те же лица. Вечером занимаются очередь. Вот, составляются списки. Иногда в списке подмешиваются уже какие-то люди. Ну, не иногда, а каждый день. Плюс еще утром вот эти вот группировки с огромными чемоданами, которые осуществляют доставку в Россию из Европы товаров. Тоже, как бы, составляют кучу. Да, это какое-то процентное процентное число очереди, там 30 процентов, но это тоже все очень замедляет очередь. Вот. Так что, если вы вечером не прошли к 23 часам, перед вами будет вот такая толпа людей в 150, там 200 человек. Вообще, правильно, если список будет составлять тот, кто стоит впереди, возможно, списки такие, пролинованные такую тетрадь дадут сами сотрудники таможни первому человеку, кто стоит в очереди, кто остался. Но это раз на раз не приходится. Они вообще-то не осуществляют контроль над очередью от слова совсем и вообще. Очередь самоорганизующаяся. И по идее, по правилам, как утверждает таможенный департамент, очередь. Вот кто стоит, тот стоит. Вот кто стоит, тот стоит. Поэтому все, что происходит в очереди, это самоорегулирующийся процесс, самоорганизующий, который граждане должны как бы осуществлять сами. То есть, пожалуйста, фиксируйте. Вот вы встали в очередь, фиксируйте, кто перед вами зафиксировали. Может быть, через каждые полтора часа, там, или два часа. Но фиксируйте. И если вы видите, что впереди вас появляются какие-то видео, какие-то люди, которые пришли вдруг откуда ни возьмись, вызывайте полицию. И все. Полиция приезжает быстро. 112 номер полиции. Вызывается полиция. Вот. Поэтому, конечно, продажа очереди замедляет. Продажа мест в очереди замедляет. Очень замедляет тоже очередь. И, конечно, все равно замедляют очередь. Ну, те, кто занимают с вечера и кучками, как бы ее и придерживают, и вставляют вперед себя, и товары носят. Потому что, ну, на проверку товаров очень много времени уходит. И это один из немногих пунктов, оставшихся для, возможно, и по цене, и по логистике, которые вот доступны для пересечения границы из Европы в Россию. И люди едут в основном, приезжают на автобусах Люкс Экспресс, Балтик Шаттл и Калайнс из Таллина. Они все прилетают в аэропорт Таллинский. Приезжают сюда, встают в очередь, переходят границу пешком. Там, на той стороне, встречают людей. Такие же автобусы, таких же фирм, только там, на российской стороне. Таким образом, сейчас из-за накаляющей обстановки возник вопрос и в администрации города, и в административных учреждениях Эстонии. О вообще закрытии, закрытии этого перехода. Потому что скоро будут морозы, людям будет холодно стоять. Вот. И 2 ноября, посмотрите, я уже говорила, на сайте ЭТВ+, канал ЭТВ+, РРР, там, сайт. На сайте в 19.10, в записи можете посмотреть передачу, было обсуждение мер, которые может спроектировать администрация и правительство, там, Эстонии, для оптимизации процесса прохождения КПП Нарва. Там были предложены меры открыть границу на ночь, сделать электронную очередь для тех, кто на автобусах, наверное, потому что не все пользуются интернетом и могут, как бы, воспользоваться услугой электронной очереди. Потом рассматривали сделать таможенный пункт, то есть осуществлять таможенный досмотр в села Мяе, пломбировать автобусы. И здесь уже в ускоренном процессе проходить будут те, кто приезжает на больших автобусах-шаттлах из Сталина и прибывают из аэропорта. Вот. Все есть, были всякие варианты и там палаток, и автобусов с кофе, с водой. Все это обсуждалось, но это все эти меры по многим причинам маловероятны и тяжело осуществимы. Вот. Поэтому посмотрите эту передачу. Я в ней тоже не участвовала в прероле. У меня журналисты взяли небольшое интервью и один из комментариев включили в это видео. В общем, все эти меры, они сложно осуществимы, так мы поняли по дискуссии. И основной мерой, которая вот сейчас в воздухе у нас висит, повисла, это то, что вообще закроют этот КПП на зиму, если будет вот такое скопление огромное, людей на границе с приходом холодов и как бы правительство и административные всякие органы объявили, что они могут это сделать в достаточно быстром режиме. Так же, как летом, например, 24 июля объявили о более тщательном досмотре, что 8 числа будет более тщательный досмотр каждой вещи, следующей из Евросоюза в Россию. Точно так же и 8 числа вот стали досматривать. Еще, внимание, очень многие почему-то до сих пор не знают, что в связи с этим указом тщательного досмотра каждой вещи, каждого чемодана, всех следующих из Евросоюза в Россию, вот, в связи с этим закрыли автоматизированные пропускные ворота для граждан европейских и биометрий, у кого биометрические паспорта. То есть раньше работало на таможенном переходе из Эстонии в Россию три окна, таможенники, пограничники сидели, вот, как люди, человек, три окна, три человека. Плюс еще рядом работали пропускные окна, четыре окна. Вот, сейчас эти четыре, и поэтому очередь пролетала очень быстро, и досмотра еще тщательного не было. Сейчас работает только три окна. Биометрические роботизированные проходы вообще не работают, поэтому имейте в виду, что вот три окна работают. При этом многие пишут везде в чатах, в пабликах, что вот вчера и позавчера, ну, вот позавчера и поза-позавчера, короче, один-два дня назад эти окна, вот эти отставшиеся три окна, даже то работало два, то иногда одно окно работало. То есть какие-то еще технические были сложности. То есть это тоже бывает, что усложняет. Так вот, с 8 августа ведется тщательный досмотр. Также государство Эстонии и таможенный департамент не рекомендует посещать Россию, не рекомендует посещать Россию без необходимости. Вот в этой передаче второго, в субботу, второе ноября, посмотрите, это все обсуждается. Не рекомендуется, не рекомендуется уже давно, это всем известно. То есть если люди едут, они едут по необходимости. То есть государством и Евросоюзам не рекомендуется посещать Россию без необходимости. И все люди, которые... Ну, большинство, конечно, мы не можем проанализировать, кто зачем куда едет, но в основном люди едут по необходимости. И, конечно, закрывать нельзя. Но вот в следующем видео... Следующее видео выйдет о том, как и почему и когда, ну, кому-то известно, кому-то неизвестно, закрыли финскую границу. Протяженность границы России и Финляндии составляет 1300 километров. Это самая большая граница в Европе, граничащая с российским государством. Ее закрыли. 8 пунктов закрыли. И очень быстро закрыты были. Очень быстро. А также в следующем видео послушайте, посмотрите про финскую границу, почему она была закрыта. И дослушайте до конца. Там я призываю подписать петицию в Европарламент, которая уже одобрена. Петиция в Европарламент уже одобрена. Ее только подписать. Ну, как бы вот про прошение об открытии границ. Ну, причем как бы со ссылками на международные документы. Вот. Так что здесь вот такая проблема, что если такие очереди будут, если будут продаваться, если будет вот это вот кучкование, продавание мест, бесконечное вот это вот таскание огромных чемоданов логистики, доставка товаров из Эстонии, из Евросоюза в Россию. Ну, люди... Ладно, люди едут... Я понимаю, что работы нету, да, наверное, в Нарве. Но есть особо отъявленные такие группки, которые прям мало того, что продают места в очереди, толпятся, носят товары, хотя государство Эстонии не рекомендует посещать Россию, не рекомендует. Но люди... У них огромное количество пересечений туда-сюда. Да, это экономическая составляющая. Люди как бы не хотят или не могут найти другую работу или ее нету. Вот. Ну, а вместе с тем, как бы причина, основная причина, почему стала очередь такой длинной, это то, что закрыли биометрически роботизированные проходы и сделали указ, тщательный досмотр всех-всех товаров и чемоданов и сумок, следующих из Эстонии. То есть вот это круг какой-то сансары. Понимаете, я понимаю, что нужна работа, нужно таскать эти вещи, но как бы закроется эта граница, в результате упрется в тупик, и не будет ни работы, ни вещей. Поэтому, конечно, все фиксируйте. Фиксируйте. Все фиксируйте, вызывайте полицию, не стесняйтесь. Будет еще в ближайшее время установлено видеонаблюдение и на первую часть очереди. И, конечно, все это будет анализироваться и смотреться, как это будет проходить. Вон там, видите, вчера скорая какая-то стояла. Сегодня очередь тоже большая. Ну, немножко вам мост, серая погодка. Сегодня очередь тоже большая. Вчера остались 150 человек, плюс-минус. Ну, причем, те, которые остаются в очереди. Потом еще люди, которые занимают, просто подходят, чтобы занять на завтра, на доставку товаров, там, и продажу в очереди. Потом в 4.30, по-моему, или в 3.30 приезжает первый автобус ночью. Потом в 6 часов приезжает ночью автобус. И если все успешно, списки составлены, и люди пришли в 6 утра, по-любому будут противоречия, потому что люди приезжают, люди еще приезжают и разными другими способами, встают в очередь, потом появляются снова в списке. Кто-то знал, кто-то не знал, всегда в начале, там, с 5 утра, начинается до 7 утра, до открытия, столпотворение, неразбериха и со списками, и с очередью. Конечно, это нервотрепка. Вот. Конечно, лучше встать, если в 11, там, в 10, то в любом случае, до вечера, есть, не в любом случае, но есть шанс пройти до вечера. Вот. Чтобы спокойно, вот, например, выспаться, в 9, например, встали и стоять всю ночь, даже может быть лучше, чем стоять день, вечер, потом, пока составляются списки, это, последние списки, там, составляются с 23, до 12, а иногда до часу ночи, то есть стоять в списке, составляешь, потом, где-то быстро поспать 3 часа, и опять же, и опять вставать в очередь, потому что утром, в 5, там, часов, потому что утром уже начинается неразбериха. Поэтому сейчас ситуация очень сложная, будьте внимательны, пожалуйста, фиксируйте все, видеосвязь, пожалуйста, берите теплые пледы, теплую обувь, даже варежки берите, очень холодно, через руки холод поступает, если, ну, в карманах все время не простоишь, руки держа, берите даже варежки, какие-то пледы, дождевики тоже еще никто не отменял, возможно, будет мокрый снег, и дождь еще не раз, вот, одевайтесь теплее, главное, и подумайте, может быть, лучше, да, встать в первую половину, но я понимаю, вот, как приезжают автобусы, вот, основная, часть очереди, все равно, это автобусы, шаттлы, вот, поэтому сложно подгадать, и, ну, как я говорю, предыдущих видео тоже, вот, был случай, когда, ну, умер человек в очереди, и месяц назад, по-моему, у меня тоже это все в видео есть, эта информация, вот, и после, после этого, всякие приняли некоторые меры, например, сократили количество автобусов, приходящих из Таллина, сократили, то есть, вечером сократили автобусы, но сейчас опять наплыв, и, конечно же, автобусы, да, можно сократить, но люди будут приезжать и на поезде, и на машине, и другими способами, то есть, самолеты-то прилетают, самолеты прилетают, и авиакомпании увеличили количество рейсов, вот, люди летят, и попадают сюда все равно, то есть, от количества даже рейсов, наверное, автобусных, автобусных, не уменьшится очередь, потому что есть еще авиарейсы, которые дополнительно были добавлены в авиакомпаниях, чтобы, по запросу, по запросу, потому что есть спрос, люди прилетают вот сюда, в Эстонию, используют этот переход транзитом, но внимание, вот сейчас увеличивается очередь, скоро холода, будьте внимательны, все фиксируйте на видеофотосъемку, это обоснованный интерес, вы можете снимать сколько угодно, кого угодно, потому что это обоснованный интерес, вы фиксируете возможное правонарушение, так что фотографируйте, если какие-то противоречия, речь, это очередь самоорганизующаяся, к сожалению, и вызывайте полицию, вызывайте полицию, полиция приезжает, вот было нападение, вот на меня бросилась эта девка, тоже с этой скучки, людей, которые вперед себя продают очередь, еще таскают товары в Россию, в огромном количестве, в чемоданах, каждый день, европейское государство не рекомендует посещать Россию, только по необходимости, вот посмотрите эту передачу, про которую я сказала, вот, и она напала, потому что я типа снимала, я снимаю в общем планово, издалека, вот, так в результате проходило и на следующий день, и через день, все то же самое, эта же куча в этой, в этой же очереди стоит, в этом же месте, в это же время, каждый день одно и то же, вот это столпотворение, столпотворение, поэтому, смотрите, вот, как бы фиксируйте, фиксируйте, обоснованный интерес, снимать можно, что угодно и где угодно, у меня этому посвящен выпуск, вот, ведите себя прилично, тоже те, кто доставляет товары, пожалуйста, и продает очередь, пожалуйста, ведите себя прилично, не надо бросаться на журналист, вот на журналистов тоже, в какой-то день, наверное, эта же кучка людей набросилась, ударили в живот, это все есть, эти вся информация, все есть, вызвали полицию, журналисты, полиция приехала очень быстро, так что фиксируйте, вызывайте полицию, потому что настанет такой момент, когда в убыстренном, срочном порядке, закроют этот переход, и все, не будет работы, не у доставляющих продукты, в царебожную, ни у кого не будет, ничего, все, так что фиксируйте, сообщайте в полицию, одевайтесь теплее, ну и вот как выглядит очередь сейчас, видите, надписи Нарва, это люди, которые уже пришли из России, стоят, и вот здесь вот большая очередь, так, сейчас у нас 9 часов 12 минут, по эстонскому времени, вот такая большая очередь, почему-то он в центре, немножко разряжено, вот, так что подписывайтесь на телеграм-канал, Нарва, чекпоинт, у вида Анастасии, латинскими буквами, телеграм-канал, там тоже будут добавлять информацию, следующий выпуск, смотрите, почему закрылись границы, в Финляндии, вот, подписывайтесь, будем обсуждать, комментируйте, будем обсуждать и думать, надеяться, что этот пункт не закроется, всем хорошего настроения, пока-пока.